Нет эффекта от тироксины или эутирокса. Очень часто обращаются женщины с таким вопросом. Что же делать? Я, например, на дозе 100 микрограмм, куча побочных эффектов, тем не менее, симптомы гипотиреоза никуда не ушли, лишний вес, отёки, плохо соображаю, что же мне делать? Вот такой запрос обычно бывает на консультациях. Если хотите получить ответ на этот вопрос, подписывайтесь на мои паблики, ставьте лайки. С вами Елена Алексюк, врач современной и восточной медицины, психолог, биохакер и автор книги «Супер-женщина». Итак, что же бывает в таких ситуациях? Во-первых, нужно посмотреть, скомпенсирован или не скомпенсировал лечение проявления гипотиреоза. Часто бывает, что не скомпенсировано. Если вам правильно назначили лечение, оно комплексное. Это не только гормон тироксин. Поверьте. Вот если вам назначили только тироксин, и ТТГ у вас на лечении выше полутора, вам плохо его скомпенсировали. Себе тоже задайте вопрос, насколько вы комплаентны с врачом. Потому что врач, который практикует комплексный подход, назначит вам целый комплекс мероприятий. Первый распорядок дня нормализовать, режим труда и отдыха, организовать адекватный, качественный, достаточный сон, физическую активность, потому что нужно нормальное кровообращение щитовидной железы. Вас отправят к остеопату, кинезиологу, посмотреть, а все ли хорошо с шейным отделом позвоночника. По той простой причине, что кровоснабжение щитовидной железы очень сильно зависит от того, в каком состоянии сосуды шеи. Доктор обязательно посмотрит уровень ферритина и поймет, есть или нет железодефицит. А что у вас с белком? Может, у вас белок там ниже 70? О чем мы тогда говорим? А может, у вас проблемы с печенью? А может, первонаперво у вас проблемы с инфекцией? С какой? С лорорганами, синуситы хронические, танзелиты, неубранные очаги воспаления рядом со щитовидной железой? Может, у вас нелеченные зубы, кисты, парадонтоз? Чего мы тогда хотим от щитовидной железы? Может быть, у вас не скомпенсированы стрессы и очень плохо, с большой нагрузкой работают надпочечники? А если мы не скомпенсировали работу надпочечников, не приходится ожидать эффекта от гормональной терапии гипотириоза? Если у вас, например, что еще? Высокий уровень сахара, а еще лучше гликированного гемоглобина. И если его уровень выше 5,2, у вас происходит гликация белковых гормонов. Например, пролактина и, например, тероксина. Что вы тогда ждете? Поэтому не надо думать, что волшебную таблетку вам эндокринолог назначил, вы прям выздоровели. Еще и похудели на 30 килограмм. Так не бывает, друзья мои, так не бывает. Поэтому давайте повзрослеете и начните уже комплексно работать со своим здоровьем. И тогда будьте здоровы, счастливы, веселы и будете наслаждаться жизнью в любом возрасте.